МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так вот, сотрудники прокуратуры нашли в детсаду нарушения, а вот какие, расскажет моя коллега Елизавета Болдырева. Теперь спина Саши выглядит вот так, на коже большие шрамы. Это последствия ожогов. А вот так ребенок выглядел месяц назад, весь в бинтах и повязках. Под ними ожоги второй и третьей степени тяжести. Доказание за это получили работники детского сада. Работниками учреждения при выдаче пищи для обеспечения питания детей температура пищи не контролировалась. Контроль подменялся домыслами сотрудников учреждения о изменении температуры выдаваемой пищи с момента ее приготовления до момента ее принятия детьми. Эти нарушения детский сад обязали устранить и больше не допускать. Двоих сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности, то есть им объявили выговор. Но с таким исходом дела категорически не согласна мама Саши. По ее словам, работники детского сада предоставили в прокуратуру документ, в котором говорится, что сын психически нездоров. Хотя на самом деле ребенок адекватен. Возмещать ущерб в детсаду якобы тоже отказываются. Женщина рассказывает, с ребенком ведется платная работа психологов. Малыш до сих пор боится врачей кастрюли. Мы сейчас в детский сад до сих пор не можем пойти. Он боится очень до сих пор, что его опять обидят. Мы просто ходим на прогулку с детьми в безопасное место. То есть это вот на ихнюю площадку. Работа психолога не ведется до сих пор. То есть его как бы за это состояние вводят в страх. А вот работники детского сада от комментариев отказываются наотрез. Не комментируют и документы о психическом состоянии ребенка. Только в личной беседе сообщили, что готовы оказать семье пострадавшего любую помощь и поддержку. В том числе материальную. В этом деле и дальше предстоит разбираться правоохранительным органом. Ведь из-за этой самой справки мама Саши написала жалобу в прокуратуру. Елизавета Болдрева, Максим Сазонов, Алексей Хохлов, Марина Камалова, Максим Туцман, ОТВ. И к другим темам. Экс-глава Копейска Вячеслав Истомин, который отбывает наказание за взятки, подал апелляцию, посчитав, что приговор слишком строгий. Сегодня в Челябинском областном суде прошло слушание по этому делу. Так вот, приговор оставили без изменений. Как нам сообщили в областном суде, жалобу направил адвокат бывшего чиновника. Просил поменять приговор на наказание, не связанное с лишением свободы. Сам Истомин на заседании сетовал на то, что в его опеке нуждаются пожилые родители и несовершеннолетняя дочь. Моя малолетняя дочь, которой сегодня исполнилось 7 лет, и которая сейчас находится, она пошла от первого класса, тоже болеет. И хочу, чтобы ребенок сегодня, в день освобождения, дождался отца. Добавил, что глубоко раскаивается в содеянном, к тому же на свободе, при возможности зарабатывать, сможет оперативнее выплатить штраф. Однако суд остался беспристрастен. Приговор Копейского городского суда оставил без изменений. Сторона защиты полагала, что к Истомину необходимо применить условное наказание и изменить категорию преступления на менее тяжкую. Мы полагаем, что оснований к этому не имеется и просили приговор Копейского городского суда оставить без изменений, а жалобу адвоката без удовлетворения. Напомню, Копейский городской суд избрал бывшему мэру наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей. Вячеслав Истомин осужден за получение взяток в особо крупном размере. А теперь переходим к новостям. Дорожная в Магнитогорске 1 сентября не на шутку омрачилась для одной школьницы. Она попала под машину. А в Челябинске столкнулись иномарки. Наш корреспондент Константин Гришенков взял подборку происшествий с автомобилистами. Смотрим. Это Магнитогорск. По словам очевидцев, здесь прямо в день знаний на дороге сбили школьницу. Девочка якобы сама выбежала на красный свет, потому-то и оказалась под колесами. Школьница жива, отделалась ушибами. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят родителей провести беседу со своими детьми, чтобы те не забывали правила дорожного движения и внимательнее смотрели по сторонам при выходе на проезжую часть. Челябинск. Микрорайон Парковый. Дорогу не поделили две иномарки. По словам очевидцев, автоледи за рулем Опеля поворачивала налево и не уступила дорогу водителю Тойоты, ехавшему по встречке. Мужчина отделался ушибами, а женщина-водитель не пострадала. Это авария в Челябинске на ЧТЗ. Посмотрите, на парковке в ряд стоит несколько автомобилей. Но эти две машины припарковались особенно близко, так что водительскую дверь отечественной легковушки открыть явно не удастся. Ведь машины стоят вплотную. По словам очевидцев, расстоянием пренебрег водитель Мерседеса. И снова Челябинск, Ленинский район. Здесь транспортные средства тоже столкнулись по касательной. По словам очевидцев, иномарка собиралась повернуть налево и не пропустила трамвай. Якобы это и спровоцировало столкновение. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, ОТВ. В Челябинске осудили наркокурьера. Гражданин Украины приехал в южноурайскую столицу на заработки и пытался продать около 4 килограммов запрещенных веществ. Наркотик прятал в пакете из-под муки. У нас есть видеозадержание. Смотрим. Вот тот самый молодой человек отвечает на вопросы оперативников. Гражданин какой страны? Украины. Когда приехал в Челябинск? Несколько дней назад. Ну, конкретно. Да, конкретно нет, но... Ладно, здесь что сделаешь? Ничего, даю показания. Задержан за что? За то, что хранил наркотики дома. А вот те самые пачки с мукой. В них спрятаны пакеты с наркотиками. Теперь за то, что хотел продать запрещенные вещества, молодой человек отправится за решетку. Суд Калининского района вынес приговор 8 лет колонии строгого режима. Прокуратура требует закрыть сайты, через которые продают поддельные полисы ОСАГО и просит признать информацию на интернет-порталах, запрещенных распространению на территории России. С таким иском сотрудники прокуратуры обратились в суд Металлургического района. На сайтах указана стоимость таких полисов. Цена варьируется от 180 до 2200 рублей. В зависимости от того, сколько бланков вы покупаете, регион не имеет никакого значения. Чтобы оформить такую страховку, не нужно проходить техосмотр, а в случае ДТП компенсации вы не увидите. Приведу статистику. Полицейские изъяли у 89 автомобилистов поддельные документы ОСАГО. Выявлено свыше 150 преступлений в сфере автострахования. Возбуждены уголовные дела. Стражи порядка вновь напоминают, как отличить оригинал от подделки. На оригинале вшита металлическая нить, множество водяных знаков, а номер документа выпуклый. Также можно проверить его серийный номер по единой базе ОСАГО. Если вы стали жертвой мошенников, нужно обратиться в полицию. За подделку документов аферистам грозит до пяти лет лишения свободы. В Челябинске разыскивают вот этого мужчину. Он вышел из дома по улице 2-я Эльтонска, микрорайон Чурилова. Пошел на остановку и больше его никто не видел. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, черную кожаную куртку, синюю футболку, кроссовки темного цвета. Если вы знаете, где находится вот этот мужчина, просьба позвонить в полицию. Я также отмечу, что только за этот год в полицию обратились выше двух тысяч человек с просьбой найти потерявшегося родственника. А мы продолжаем. В одной из многоэтажек на улице Труда произошел пожар. Происшествие попало на видео. Смотрим. Посмотрите, клубы черного дыма поднимаются в воздух. Это видео сняли очевидцы. По словам местных жителей, внутри спит пьяный мужчина. От количества выпитого спиртного просто не чувствует запаха гари. Впрочем, эта версия расходится с предположениями соседей. Наркоман. Тоже не первый раз, как было. Его Дима зовут. Очевидцы вызвали пожарных. Они взломали дверь и потушили пламя. По предварительной версии, никто не пострадал. Тем временем, в Миассе гироскутер, это двухколесный электрический самокат, чуть не спровоцировал пожар. Возгорание произошло в квартире одной из многоэтажек. Вот тот самый подъезд, где произошло возгорание. Владелец гироскутера отказывается от комментариев на камеру. За кадром сообщает. Спал ночью. Услышал щелчки, похожие на взрывы батареек. Позже увидел костер. Благо, в доме был огнетушитель. Позже мужчина обесточил квартиру и вызвал пожарных. К месту происшествия незамедлительно направились боевые расчеты 47-й пожарно-спасательной части. Впрочем, открытого горения они не застали. Глава семейства потушил дивайс самостоятельно до приезда специалистов. В итоге частично обгорел пол и стены. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность гироскутера. Возможно, его неверно собрали на производстве. И в завершении выпуска покажем вам еще одно видео от очевидцев. В поселке Рощино поселились гадюки. Змеи буквально атаковали населенный пункт. Посмотрите, это кадры очевидцев. Вот гадюка греется на солнышке, лежит на пустыре между церковью и детским садиком. Увидев бесстрашного местного жителя, змея уползает. По словам южноурайцев, от укусов присмыкающихся уже пострадало несколько человек. Зоологи просят горожан не пытаться ловить гадюку, так как ее укус может быть смертельно опасным. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Дарья Шведова. Увидимся на телеканале УТВ. А уже в это воскресенье, 3 сентября, смотрите свежий выпуск программы «Происшествия недели». Вместе с вами проанализируем самые громкие происшествия за минувшие 7 дней. Не пропустите в 22.40. Будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok